Мария Валерьевна, здравствуйте. А текущая эпидемиологическая ситуация в нашей республике? Здравствуйте. Уважаемые жители республики Саха-Якутия, санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. Мы действуем в правовом режиме повышенной готовности. В Якутии за последние сутки зарегистрировано 64 новых случая коронавирусной инфекции. Из 64 случаев 53 зарегистрировано в городе Якутске. Необходимо обратить внимание, что наш переход в данном вопросе в красную зону, он связан, к сожалению, с небольшими случаями, которые у нас выявлены в социальных учреждениях, относительно которых мы принимали достаточно серьезные меры ограничений действий. Тем не менее, уже на настоящий момент под контроль еще более усиленный взяты эти соцучреждения. Также зарегистрированы случаи и в районах республики Валданском, Амгинском, Ленском, Неренгринском, Сунтарском, Хангаласском и Чарапчинских районах. Рассматривая эти районы, необходимо обратить внимание, что у нас на настоящий момент там уже начались случаи второго этапа, связанные с острыми респираторными заболеваниями. Я хочу, конечно, выразить соболезнования относительно двух подтвержденных случаев. Летальных исходов в основном у нас также продолжают умирать люди, которые имеют достаточно большое количество сопутствующих заболеваний. В целом, медики сегодня работают для того, чтобы, безусловно, вылечивать, и таких случаев было как можно меньше. За сутки, так как были, соответственно, воскресные дни, количество исследований, которые проведено в лаборатории, снижено до 2000 исследований. В целом, на территории республики проведено 328 879 исследований. Это те исследования, которые у нас на настоящий момент проводятся уже в 13 лабораториях. Необходимо обратить внимание на то, что в настоящий момент коронавирусная инфекция по своему, значит, сама по себе, этот вирус сам уходит у нас не просто в районы, а уходит в дальние поселения. Поэтому сегодня у нас появился новый этап работы республиканского штаба не только взаимодействия с районными оперативными штабами, а и с оперативными штабами на местах. При выявлении случаев в конкретных поселениях главы муниципальных образований должны принимать все меры поселенческого уровня для того, чтобы непосредственно граждане более усиленно соблюдали санитарно-эпидемиологические правила и помощи нашим медицинским работникам и санитарным врачам по выявлению и изоляции контактных лиц. Как бы мы не сохраняли наши северные районы, улуса, тем не менее вирус попадает в них, завоз осуществляется все так же традиционно нашими же гражданами республики, которые, соответственно, переезжают из одного улуса к другому. Процесс жизненный идет. В любом случае каждый из нас должен понимать, что он в любой момент может привезти в тот или иной район или где-то сам получить то или иное заболевание. Мы усиленно продолжаем готовиться к 1 сентября, рассчитывая на то, что все-таки 1 сентября должно пройти в нашей традиционной форме. Часть школ уже готовы, часть школ еще находится в ремонтном состоянии. Ну и, конечно же, для всех важно понимание, каким образом будет непосредственно осуществляться у нас процесс. Есть понимание в позициях какого характера о том, что будет уменьшение количества детей в классах для того, чтобы как можно меньше допускать групп под заражение и, соответственно, соблюдение санитарно-эпидемиологических правил в самих школах. Сегодня принимается решение о приобретении и как санитарно-эпидемиологических средств индивидуальной защиты, так и рециркуляторов для обеззараживания воздуха. Такая ситуация на сегодня. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.